А ведь этот день можно было бы провести куда хуже. В моём полном распоряжении оказалась Audi R8 LMS Ultra, а также формульное кольцо Нюрбурга Ринга. Многие предполагают, что болиды класса GT3 — это всего лишь дорожные автомобили с кучей труб в салоне и громадным антикрылом, и что на ходу они близки к тем машинам, на которых висят госномера. Компания Audi нам любезно предоставила серийную R8 с мотором V10 и коробкой передачи Stronic, а также свою новейшую гоночную R8 LMS Ultra, дабы мы смогли получше изучить этот вопрос. Да, вот такой вот я нашёл повод, чтобы прокатиться на обеих машинах. Гоночная машина, кстати, стоит 440 тысяч долларов. Мы сейчас на формульном кольце Нюрбурга Ринга. Для начала, раз уж я сижу за рулем дорожной версии, мне кажется, было бы любопытно поездить на дорожной машине, дабы продемонстрировать вам разницу в динамике. И вот что я вам скажу, это R8 со своей среднемоторной компоновкой прекрасно сбалансировано. Передок охотно ныряет в повороты, но ты практически сразу же чувствуешь, что тебя ограничивают шины. Покрышки явный сдерживающий фактор. Местами мокро, сейчас на Нюрбург Ринде октябрь месяц, что ещё можно было ожидать? Я хочу, чтобы вы сами увидели разницу в динамике между менее мощной гоночной машиной с хорошим держаком, которому в том числе способствует аэродинамика, и её дорожной версии. Они разительно отличаются. Вообще-то, дорожная версия с V10 просто прелесть. В этих переменчивых условиях она дарит прекрасную обратную связь. Ты чувствуешь огромную уверенность. Не стоит недооценивать весь праздничный масштаб одной лишь посадки за руль гоночной машины. Ты усаживаешься в кресло, уютно устраиваешься в этом пространстве, регулируешь под себя все органы управления, чувствуешь, что есть только ты и этот чудовищный V10 за твоей спиной. Пристёгиваясь, ты ощущаешь интимную связь с машиной, ты чувствуешь неумолимое приближение скорости. Этого нет в дорожной версии, зато в гоночной машине это всё есть. Итак, давайте пообщаемся, пока мы будем проходить кружок по новому треку Нюрбургринга за рулём этой R8 LMS Ultra. Я еду на дождевой резине, местами мокро, местами сухо, так что противобуксовка выставлена примерно на семёрку из десяти положений и, кстати, вмешивается довольно грамотно. А в таких условиях это, по сути, всё, что у нас есть. Коробка переключается блестяще, ты просто перебираешь ступени вниз. Вот здесь приходится использовать трекшн-контроль по полной программе. Господи, я чувствую себя супергероем, можно боком выставить заток под полный газ. Антибукс вмешивается крайне незаметно, повороты она прописывает великолепно. Как же мне нравится её рулёжка, это, пожалуй, лучшая рулёжка, которую я когда-либо встречал в гоночном болиде класса GT3 очень здорово. А ещё у кабины прекрасная эргономика, и этот движок, ну, сами послушайте. Послушайте, просто рай. По ощущениям, она не такая быстрая, как дорожная машина, обычно ведь они гораздо медленнее, здесь этого нет. Похожа ли она, по ощущениям, на R8? Знаете, похоже, по характеру она напоминает именно R8. Какой великолепный передок, охотно ввинчивается в повороты. Какая вкуснятина. А поскольку машина с приводом на одну ось, то есть некая точка стабилизации, в которой ты давишь на газ и просто несёшься дальше по течению. Ох, как хочется это всё испытать по суху с такой аэродинамикой. К сожалению, сейчас мокро, так что особо ничего не поделаешь. А ещё она позволяет от души тормозить на входе в поворот, вот эта красота. Можно притормаживать вплоть до самого Апекса, такого уж точно не ожидаешь от среднемоторного гоночного болида. Предел у неё гораздо выше, чем ты думаешь, так что торможение можно начинать поздно и... Опять, она такая юркая. Боже, как же она прекрасно сбалансирована, ничего не скажешь. С рёвом несёмся по прямяку. Неплохо звучит, не правда ли? Ух, да чего ж ты, тачка в управлении, классная. Она тебя не подавляет. Из всех, на которых я ездил, это, по ощущениям, самая простая и приятная, по сравнению с Порше и Макларен. Именно этой машиной проще всего управлять. Мне нравится, что все переключатели расположены вот здесь. Да чего ж понятный автомобиль. Представляете, каково в ней находиться 24 часа. Вероятно, она отличается от всего того, на чём я здесь гонял. Нет уж. Очень приятно, ничего не скажешь. Предоставите мне её на сезон, мистер Ауди? Спасибо. Самое потрясающее в Ультре – это то, до какой степени в ней удалось сохранить отзывчивость, характерную для её дорожной версии. Обычно ведь машины класса GT3 гораздо меньше склонны прощать ошибки, нежели дорожное авто. Но R8 – не тот случай. В гоночной машине передние колёса сообщают меньше информации, но это с лихвой компенсируется первоклассными вспомогательными системами, вкупе с АБС. Противобуксовочная система здесь полностью регулируемая, как и настройки тормозов, так что достаточно просто подобрать правильные калибровки и, как вы смогли увидеть на видео, давить на педали, что и сил. Это идеальная машина для гонщиков-джентльменов. Трансмиссия у них, кстати, отличается радикально. Коробка с пневматическим переключением у гоночной машины отличается сближенными передаточными числами и непосредственным действием, до которого не дотягивает даже великолепная новая коробка S-Tronic. Пускай она чуть менее мощная, но в целом гоночная машина кажется более динамичной. А что касается звука, вы только послушайте Ультра – это нечто особенное. Я большой поклонник Audi R8, и версия с V10 лучшая из всей гаммы, поэтому неудивительно, что столь великолепная базовая машина так классно вписалась в автоспорт, равно как и то, что из нее удалось сделать что-то настолько простое в управлении. Но теперь мне осталось только покататься на ней в Дайтоне. Ну, пожалуйста. Перевод группы BMI Russian. Спонсор перевода – энергетик для моторов Econcar. Ваш мотор способен на больше. Econcar.ru Все наши переводы на нашем сайте bmirussian.tv Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok